Просто кухня на даче. Готовим сытный, наваристый, наивкуснейший суп на костре шурпу. За уши не оттащишь. Шурпа – идеальный суп для дачи. Мясной, наваристый, сдобренный восточными специями, сытный и презентабельный. Его хорошо приготовить для дорогих гостей. На открытом огне в казане шурпа получается особенно вкусной и ароматной. Шурпа переводится как похлебка в варево. Это суп. Распространен у таджиков, тюркских народов и на мусульманском Востоке. Его там все любят, все едят. И более того, в России этот суп обожают просто. Он есть практически во всех грузинских, узбекских, там, восточных ресторанах. Все его едят, все прекрасно знают, как он выглядит. Короче, шикарная, полезная, вкусная, вкуснятина. Внимание! Первым делом нужно сварить бульон. Берем вот такой казан и устанавливаем его. Опа! Прямо так. И затем заливаем туда воду. Кстати, шурпу готовят по классике, конечно, с бараниной. Но иногда готовят ее из говядины, иногда из свинины. Но все-таки я считаю, что настоящая шурпа должна быть из говядины. У меня здесь вот такая вот нога-ягненочка. Смотрите. Можно, кстати, из хорошей баранины, можно из ягненочка. Здесь вот не принципиально. Берите, какая вам нравится. Вот. Дальше вот такие вот небольшие кусочки. Видите, это типа что-то похоже на лопаточную часть. Вот это вот немного ноги. Вот это вот тоже какая-то позвоночная часть. Короче, разные части баранинки. Так. Ножку надо рубануть. У меня здесь есть топорик. А раз. Все. Как на рынке. Ууу. Готово. Теперь эту баранинку прямо крупными, нормальными такими большими кусками отправляем в воду. Вода должна быть холодная. То есть наливаете воду в казан, ставите рядом огонек и отправляете куски мяса. Друзья, для шурпы, конечно, очень важно сделать правильный хороший бульон. Поэтому кусочки должны вариться медленно, спокойно. В шурпе не должно быть никакой суеты, никакой супербыстрой дикой скорости и слишком сильного максимального нагреба. Все должно происходить постепенно. То есть водичка греется, мяско готовится, а вы спокойно занимаетесь овощами. У меня 12-литровый казан. Воды я налил, наверное, литров 8. И добавил килограмма 2 мяса с костями обязательно, чтобы хрящики, жилки, чтобы все это варилось. Короче, мясо в итоге будет разваренное, вкусное, отделяться от кости. И этой шурпы хватит на большую компанию. Бульон варим минимум 2 часа. Пока подготовим овощи. Стандартный набор овощей для шурпы. Картофель. Он здесь играет очень важную роль. Да вообще здесь все играет важную роль. Без единого из этих продуктов невозможно представить шурпу. Дальше морковь. Ее должно быть много. Болгарский перчик. Он дает сладость. Дальше свежие помидоры. Они придают, знаете, какую свежесть и легкую кислинку, которая в шурпе должна быть обязательно. Ну и, конечно же, репчатый лук. Его здесь тоже довольно-таки много. Главная особенность шурпы, то, что у вас овощи все крупными кусками. И ты в этом супе, у тебя не мелко все нарезано, а ты видишь каждый ингредиент. У тебя прозрачный бульон, много мяса. Ты видишь кусок картошки, морковки, свежие помидорчики, лук. И ешь как бы все по очереди, по отдельности, запивая. Короче, вот такая вот настоящая шурпа. С таким классным ароматом специй и много свежей зелени. Начинаем с картофеля. Картофель. Оп. Оп. Все, вот такая нарезка. Крупно. На самом деле, самое долгое в шурпе, это просто ждать. Но, с другой стороны, ожидания здесь приятные. Смотрите, даже картошку не надо резать. Просто разрезал на четыре части крупно. Все, с картофаном разобрался. Теперь то же самое с морковкой. Морковку прямо вот такими вот. Вот такими, вот такими вот. Вот такими вот. Крупными кусками. Друзья, мыслите нестандартно. Потому что шурпу делают часто, знаете, там нарезают. Кто-то придерживается определенной нарезки. Все должно быть крупно. Вот я считаю, что морковка вот таким пеньком. Ну, прикольно, стильно смотрится, понимаете, современно. Поэтому режу пеньком. Болгарский перчик. Тоже крупными кусками. Здесь беленькую часть вырезаем. Вот так. Наверняка у вас возник вопрос. Саша, а в шурпу ты нут будешь добавлять? Я не буду добавлять. Хотя кто-то настолько привык добавлять нут, что думает, что как бы без нута невозможно. Вообще нут добавляют не всегда и не везде. Всегда на любителя. Вот. Если вдруг вы хотите добавить нут все-таки, тогда нут добавляется. Вот мясо поварится минут 30, и туда сразу нут замоченный кидайте. А если без нута, то без нута. Вообще кайфово все почистить, порезать. И дальше просто стоять. Болтать с друзьями или с родственниками. И просто ждать потихонечку там что-то менять, закидывать и расслабляться. Все. Шурпа, она совсем не суетная и немного функциональная. По чуть-чуть ее стоишь, нарезал и как бы спокойненько дальше развлекаешься. Так, затем репчатый лук. Тоже крупными кусками. Вот так вот. Лук вот так вот сделаем. Раз. Раз. Лучок сюда пошел. Так вот так вот лежит, красиво ждет своего момента. Дальше помидоры. Тоже крупным кубиком. Да даже не кубиком, а вот такими кусками. Проверяем бульон. Посмотрите сюда. Вот это пенка, которая образовывается сверху. Ее нужно аккуратненько снимать. Она будет выделяться, выделяться первое время, а потом пропадет. Это сгустки белка, крови и всего остального. Это нам не надо. Нам нужен хороший прозрачный бульончик. Поэтому образовалось, сняли, образовалось, сняли. Тихонечко, не спеша. Длинные ложечки, чтобы не обжигаться. Вот так. Еще полтора часа и бульон готов. Я подкинул дровишки. Сейчас нужно добавить немножко жару, потому что было закидывать туда овощи. Смотрите, что произошло. Вот. Два часика прошло. Посмотрите, какое мяско. От косточки отходит. Лопаточка нежная. Смотри, бульончик прозрачный. Все такое уже мягенькое. Дальше в шурпе все логично. Первым делом туда отправляются овощи, которые требуют больше времени, чтобы они приготовились. В нашем случае это крупно нарезанная морковка. Отправляем ее прямо в бульон. Сразу отправляют туда лук. Лук играет важную роль в шурпе. Его здесь должно быть довольно-таки много. Лучок. А мы вот так вот сделаем. Что это руками? Красиво. Вообще-то, вот на каждом шагу не будет какой-то супер такой штуки, которая как бы, знаешь, вот теперь вкус поменялся. Вроде насыщенный бульон. Просто овощи, даже не обжаренные в свежем виде. Вся фишка шурпы на самом деле как раз вот в этом. Вот в большом количестве овощей, в крупной их нарезке и в полном разделении вкуса. Ты чувствуешь и бульон барани насыщенный, и мясо отдельно вареное, и каждый овощ по отдельности. Десять минут варим морковь и лук и забрасываем картошку. И закидываем туда. А, прям видите, как крупненько так хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится, друзья? Настоящая шурпа. Картошка слегка, она сделает чуть-чуть мутным бульончик. Вот. И как раз этот картофельный крахмал как бы, ну, это даже будет незаметно, но как бы даст немножко, знаете, такую чуть-чуть другую консистенцию бульона. Капельку погуще. На один процентик. Но даст. Что у нас здесь? Мясо нежненькое, от косточки уже отходит. Морковочка, смотрите, уже такая ух-ух-ух. Уже практически готова. Вот сейчас я понимаю, что, наверное, до готовности осталось, ну, минут 20 на спокойном огне. Самое время добавлять болгарский перчик. Смотрите, сразу видите, он был такой неразноцветный, а сейчас такой стал... Ой-ой-ой, красоты добавил, да? Перчик пошел. Я вот приверженец всегда там что-нибудь обжарить, чтобы добавить дополнительный вкус. Кинуть суп, там еще что-то, еще что-то. Но есть единственный суп-исключение, где вообще так делать нельзя. Это шурпа. Ничего не обжаривается, все в свежем виде туда добавляется по очереди. И в этом уникальность этого супчика. Теперь важный ингредиент. Соль. Пускай еще все не доварилось до конца, но посолить нужно сейчас и от души. Знаете почему? Потому что все крупное. И нужно, чтобы все это крупное успело просолиться. Поэтому не в самом конце, как супчики солят, а здесь вот прям заранее и как следует посолить. И здесь все очень требует нормального количества соли. А вот теперь специи. Значит, у меня мой любимый набор. Барбарис, хмели-сунели и зира. Я считаю, что они идеальны для шурпы. Барбарис мне нравится. Барбарис это кислинка, с ним вкусненько. Добавляем барбарис. Пускай начинает готовиться. Вот так вот еще добавлю. Ай, вот так, иди сюда. Дальше. Зира. На ладошку и в шурпу. А теперь хмели-сунели. Вот сейчас этот бульончик с овощами становится бомбическим. Ой, чуть не забыл. Друзья, у меня что-то еще один мой обязательный ингредиент. Это немножко душистого перца. Просто чуть-чуть. Вот так вот мы его добавим. Ой, картошка уже мягкая. Практически готов. Перчик, смотрите, вот отдал свой. Прям стал такой мягенький, но еще держится. Совсем чуть-чуть, и он прям вообще будет такой, ууу, как надо. Я думаю, осталось минут 8 варить. В этот момент туда отправляются свежие помидоры. И вот такое большое количество. Сейчас сразу супчик. У него появится такая приятная кислинка. Помидор, да, он будет мягкий, сварится, переварится в кашу. Но это то, что должно быть в настоящей шурпе. Внимание, зелень. У меня к ней особое отношение в этом супе. Ее здесь должно быть много. Я люблю, когда она именно не вареная, а именно в свежем виде сверху лежит. И ты за счет этого получаешь пользу. Но сразу вам скажу. Вот, например, у меня здесь петрушка. У петрушки есть вот эти вот веточки. Они очень ароматные. Вот их можно меленько нарубить. То есть веточки я положу в шурпу во время варки, а листики оставлю и украшу ими при подаче. Дальше. У меня здесь кинза. Прямо так с кустика. Срезаем. Хоп. Она чистенькая, хорошенькая. Также веточки рублю. Все, листики оставляю в сторонке. Так, сейчас уже соль перемешалась. Можно сделать пробу. Чисто на соль. Общий вкус не оцениваем. Как тут даже общий вкус не оценить, если уже вкусно. Отправляем туда веточки, петрушки и кинзы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еще две минуты и шурпа готова. Снимаем с огня. Очень аккуратно. Вот так вот. Все. Посмотрите, какой у меня готов. Огромный, классный казан шурпы. И я очень счастлив. Важно правильно подать. Достаем баранину и разбираем на кусочки. Ну-ка посмотрим. Это вот эта лопаточка. Вот так. Опа. И косточка пикает. Опа. Все. Нежное мясо. Знаете, оно прям кусками, по волокнам. С жирком, с жирками, с косточкой. Класс. Сейчас я тут всех на кораблю обещаю. И соседей тоже. Соседи! Давайте, готовьтесь. Шурпа готова. Черт побери. Мы берем кусок мяса. Картошечка. Пошла. Морковочка вот так пошла. Оп. Так все крупно и красиво. То есть надо? О, соседи едут. Заливаем овощи и мясо бульоном. В конце посыпаем нарубленной петрушкой, кинзой и базиликом. Ура! Пробую шурпу. А тут, знаете, в одной ложке ее не зачерпнуть. Тут надо все. Вот видите, зеленца. Прям перемешать немножко в бульончик, чтобы свежесть пошла. Смыкая морковка становится. Опа! Мягенькая, нежная, но не развалившаяся до конца. Перчик еще такой, как бы, видите, немножко плотненький. Картошечка мягенькая, бульон прозрачный, много зелени. И нежное вот такое присыпающееся по волокнам мясо. Это то, что надо. Сначала бульон. О, просто взрыв. Насыщенный, горячий, жирненький, вкусный, со специями. Помидорка. Кисленько освежает. Морковка. Картошечка. Как все вкусно, а. Все такое сладенькое. Вы знаете, каждый ингредиент по вкусу вот такой, какой он должен быть. Только в несколько раз вкуснее, потому что горячий и насыщенный. И мясо. Обалдеть. Блин, что я вам рассказываю? Да видно, что круто. Ребята, шурпа на костре. Удалась. Для шурпы в казане возьмите баранины, помидоры, картофель, морковь, болгарский перец, лук, базилик, кинзу, петрушку, барбарис, хмели-сунели и зиру. Большая тарелка шурпы 54 рубля. Большая тарелка. Большая тарелка. Большая тарелка.